Магнит не виноват в ослаблении рубля. По крайней мере, так сказали в пресс-службе ритейлера. Компания отметила, что у нее достаточно валютных средств для выкупа собственных бумаг у акционеров-нерезидентов. В рамках этой сделки планируется приобрести почти 30% акций. О других факторах ослабления рубля мы поговорим прямо сейчас. Это экономика главная. С вами Богдан Прихода. Здравствуйте. Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. По его словам, ЦБ учтет, как такая динамика влияет на инфляцию на заседании Совета директоров 21 июля. Тем временем, курс доллара превысил 89 рублей впервые за 15 месяцев. Еще утром в пятницу национальная валюта побила другой локальный минимум 88 рублей за доллар. Курс евро превысил 97 рублей. Почему национальная валюта настолько стремительно слабеет и когда это закончится, сейчас обсудим с гостем. К нашему эфиру подключается Вячеслав Таквель, инвестор и трейдер. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Вячеслав, давайте начнем с последних заявлений. Сегодня президент поручил Кабмину и ЦБ подготовить предложение по изменению валютного регулирования с учетом изменившихся внешнеполитических условий. Какие это могут быть инструменты и что может измениться на ваш взгляд? Ну, инструменты, конечно, самые простые. Можно использовать схему, которая была в прошлом году. Это заставить экспортеров определенный объем выручки, принудительно продавать на рынке. И, конечно же, это сильно стабилизирует рынки от больших колебаний, как сейчас происходит. Во-вторых, можно будет сделать какие-то ограничения для, помимо того, что сейчас уже существует, это продажи нерезидентам валюты в размере одного миллиарда. Можно будет еще ограничить, возможно, просто крупных спекулянтов в их действиях. И это тоже может очень серьезно повлиять на курсы и стабильность рубля. Сегодня же также регулятор заявил, что не видит рисков финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля. Видите ли его вы? Давайте на этот вопрос нам ответьте. Да, действительно, все-таки, на мой взгляд, присутствует опленый риск. Он связан как раз с психологическими какими-то моментами, нежели с экономическими. Потому что колебания могут быть в рамках одного месяца, то есть мы уходим за какие-то уровни, потом снова возвращаемся и находимся в ценовом диапазоне. А у людей создается впечатление, что все вышло из-под контроля, срочно надо что-то бежать, обменивать. И вот эта паника, она излишняя, конечно, всегда очень сильно нервирует. Именно поэтому, я думаю, что сегодня была реакция президента, и она вполне себе оправдана. Все-таки, давайте еще, знаете, о чем поговорим, паника понятна, но ждать ли повышения ставки на ближайшем заседании в конце июля? Многие говорили как раз про повышение на 50 базисных пунктов, и может быть оно быть еще строже, там еще выше, как вы считаете? Вы знаете, если мы говорим про повышение, давно уже проговаривают данную концепцию ЦБ, и на прошлом, и на позапрошлом заседании они уже обмолвились о том, что собираются и планируют это делать. Сейчас, я думаю, что самое оптимальное было бы повышение на 50 базисных пунктов, ну или на половину процента. Более жестко повышать в данных условиях, наверное, не стоит, потому что это окажет чрезмерное влияние на экономический рост, а мы в этом году планируем, ну, во всяком случае, так нам заявляет Минфин и ЦБ, выйти на уровень плюс 2% КВП. Давайте еще поговорим немного о как раз тоже прогнозах ЦБ, заявил о том, что ждет инфляцию в третьем квартале на уровне 4%. Как вы считаете, вот такое сильное ослабление рубля, опять же, может или не может разогнать еще сильнее этот показатель? Конечно же, если мы говорим про инфляцию, тут срабатывают такие триггерные моменты, то есть она цепляется за, соответственно, разгон сопутствующих товаров, этот товар включен в другую цепочку товара, и дальше, дальше это может разгоняться, действительно вызывать достаточно большие инфляционные всплески. Центральный банк традиционно отслеживает, еженедельно у них есть опросники, которые проводятся, и они четко фиксируют, есть ли разгон действительно инфляции. И вот за последние две недели, я думаю, что они поймут, насколько сейчас это важно, именно более жестко поступать, либо более мягко. Единственное, что тут нужно, конечно, не пережестить, а быть аккуратным, потому что лучше поддерживать экономический рост и в данном случае немножко более спокойно относиться к ценовому давлению. Давайте завершим нашу с вами беседу как бы прогнозом от вас. Каких уровней нацвалюты ждать в ближайшие месяцы и есть ли потолок? Как бы это странно ни звучало, потолка традиционно нет, как и дна. Рынок может двигаться очень долго, довольно продолжительно. Единственное, что тут нужно понимать, какой выгоден курс для нас, для нашей экономической системы, которой мы, так скажем, работаем. И здесь самое оптимальное, конечно, держать курс в диапазоне не выше 90 рублей, потому что в таком случае мы не сможем создавать какие-то собственные продукты, продавать на внешние рынки и также уходить сильно глубоко ниже 75, тоже нет смысла, иначе бюджет у нас затрещит снова по швам. Большое спасибо, Вячеслав Таквиль, был в нашем эфире инвестор и трейдер. Мы продолжаем. Отдыхаем по-отечественному. В России начали действовать стандарты «Все включено» и «Ультра все включено». Отели могут присоединиться к нему на добровольной основе, сообщает ТАСС. В чем разница? Как указано в документе, гостиницы, работающие по системе «Все включено», будут предлагать гостям неограниченное количество российского алкоголя. С приставкой «Ультра» в меню появится несколько видов крепкого спиртного иностранного производства и коктейли на его основе. Кроме этого, в стандарте есть требования в части номерного фонда, питания, инфраструктуры, развлечений, различных услуг для детей и спа, а также к бассейнам и аквапаркам. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Андрей Волков отмечал, соответствовать стандарту смогут лишь 15 российских отелей и в основном курортных. В Росстандарте считают, что нововведение позволит повысить качество услуг гостиницы и увеличить заинтересованность в российских туристических продуктах. Долги россиян перед банками достигли 30 триллионов рублей, хотя еще в конце марта показатель был почти на 3 триллиона и меньше, пишет Известия. При этом средняя задолженность на домохозяйство выросла до полумиллиона рублей. Уровень закредитованности россиян при этом также увеличилась до 41% против 35% в начале года. Самая большая долговая нагрузка у жителей Тувы – 115% от дохода. Также в топе Калмыкия – 80% и Ленинградская область – 63%. Самая маленькая наблюдается в Крыму и Севастополе – меньше 10%. Почеркну, что самым популярным видом кредитования в России остается ипотека. И вот по ней задолженность россиян в мае достигла рекордных 15 триллионов рублей. Итоговые цифры за май публикует Центробанк. Темп прироста ускорился до 2,3% по сравнению с апрелем. По итогам предыдущего месяца банки выдали около 160 тысяч ипотечных кредитов в рублях. Общая сумма – 580,5 миллиардов. Если смотреть год к году, темп прироста портфелей ипотечного и жилищного кредитования вырос почти на 3%, что обеспечило увеличение задолженности физлиц по кредитам почти до 70%. Но что касается потребительского портфеля, здесь показатель не изменился – чуть больше 50%. К слову, активность заемщиков только растет в 4 раза по сравнению с маем 2022-го. В ЦБ также уточняют – средневзвешенная ставка по ипотеке немного снизилась до 8,4%. Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в России рекордно рухнули на 45%, пишут ведомости. В начале 2022-го и в 2021-м годах объемы в штуках на пике превышали 70%. В денежном выражении доля наиболее дорогих устройств также снижается и на данный момент составляет 40-50%. И это исторический минимум. Сейчас россияне все чаще выбирают телефоны китайских брендов. Причины отказа от бывших лидеров – это отключение некоторых функций из-за санкций и отсутствие маркетинговой активности. На рынке также сейчас переизбыток айфонов по параллельному импорту, который поступает там в страну. И вместе с тем и снизились цены на некоторые смартфоны. В конце мая стоимость айфона упала на 3-6%. Российские авиакомпании увеличили перевозки между Россией и Китаем более чем в 10 раз. Это данные Министерства транспорта. За январь-май рейсами воспользовались около 80 тысяч пассажиров. Для сравнения, в 2022-м было всего 7,5 тысяч. Основные причины – снятие коронавирусных ограничений, плюс увеличилось количество рейсов между Россией и КНР. Регулярные пассажирские перевозки в Китай сейчас выполняют 5 авиакомпаний. Аэрофлот, Аврора, С-7, Ир-Айро и Якутия. В общей сложности 32 рейса по 13 маршрутам, в том числе из Москвы, Владивостока и Хабаровска. С китайской стороны регулярные рейсы выполняют 7 авиакомпаний по 10 маршрутам. В Минтрансе уточнили, что обе страны обсуждают дальнейшее расширение авиасообщения. Основные показатели инфляции в США в мае замедлили сильнее, чем ожидали аналитики. Базовый ценовой индекс расходов на потребление в США вырос на 4,6% год к году. По прогнозам было 4,7%, плюс столько же месяцем ранее. Это позитивно отразилось на фондовом рынке. Так, индекс S&P 500 прибавляет чуть больше 1%. Эксперты уверены, что такая динамика положительно скажется на американской экономике в целом. Более того, Федрезерв может продлить паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Данные являются позитивным сигналом не только для участников рынка, но и для финансовых регуляторов, поскольку мы наблюдаем, что темпы роста по общему индексу IPC, то есть ценового индекса личных расходов на потребление, уже вернулись к уровням апреля 2021 года. И, соответственно, это служит позитивным сигналом, поскольку отчет также отразил и более умеренные темпы личных расходов. То есть потребители все-таки начинают подстраиваться под текущие условия и приходить к стратегии сокращения расходов, что в том числе позитивно для того, чтобы снизить ценовое давление. Накануне американский Минпромторг повысил оценку роста ВВП США до 2% в первом квартале этого года. Глава ФРС Жерем Паул допустил рецессию в экономике страны, однако отметил, что считает такой сценарий маловероятным. Бэби-бумеры спасут американскую экономику от рецессии, точнее их сбережения. Так считает президент консультационного агентства YarnD Research Yardini. Выход в США на пенсию представителей поколения бэби-бумеров, которые родились после Второй мировой войны, позволит рынку получить доступ к их сбережениям. Их общий объем оценивается в 70 трлн долларов. При этом дефицит потребительского спроса в Штатах по расчетам Yardini сейчас 75 трлн долларов. Деньги бэби-бумеров частично изъяты из экономики. Они находятся под управлением пенсионных фондов, вложены в недвижимость и другие сберегательные активы. Однако вскоре американцы распечатывают свои накопления. Всплеск такого объема позволит значительно сократить риски рецессии в США как минимум до 2029 года, считает Yardini. Для сравнения, весь мировой ВВП оценивается в 101 трлн долларов. Вот чем запомнился сегодняшний день. Смотрите все выпуски нашей программы «Экономика главная» и не только на нашем YouTube-канале РБК Инвестиций. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...